Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Девочка Скажи что-нибудь людям в камеру Добавил DimaTorzok Не хочет общаться Добавил DimaTorzok 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 так открутили 5 сверху 4 снижу вперед 1 Пропускали. Видно даже. Где пропускали. Вот видишь пропускал. Вот они долгожданные свечи накалые. Раз, два, три, четыре. Все у нас тут сажи. После заглушки гера все обратно во впускной идет. Тут соответственно все в сажи. Так сейчас будем выкручивать свечи накала. Они у нас раз. Здесь два, три, четыре. Поехали. 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 Сняли проводку, увидели, да? Третья ключа у нас в зелёном. Не работала, вот эта чёрная. Вот эта вот работала, вот эта у нас тоже работает. Давай их на одеяло. Последняя тоже работала. Третья не работает, да? Четвёртая у нас работала. Вторая нагревается, работает. Работает? Сейчас. Давай. Первая работает. Всё. Работает? Да, приговорена третья. Видишь, все хорошо нагреваются. Да. Так, купили новую свечку. Свеча у нас что? Бош? Свеча Бош. Номер. Такой Made in France. Сейчас крутим её, проверяем. Дело в свече или дело в проводке. Держи. Так, прикрутили. Нагрелась. Да. Ну, в общем, с проводкой всё в порядке у нас. Вот. Всё. Наелась сама свеча. Соответственно, вот её и поменяем сейчас. Так, господа. Это раскоксовка. Значит, купили лавр. МЛ-202. У нас сама коробка. Такая вот инструкция по эксплуатации. Там у нас сейчас болтики, которые мы выкрутили. А где бутылёк-то? И вот такой бутылёк. Сейчас будем заливать, чтобы раскоксовывалось и заниматься пока другими делами. Так, ну, с помощью шприца и удлинительной трубки, она в комплекте была. Залили. Сейчас закрутим обратно свечи, чтобы там образовывались пары. И, в общем, написано по инструкции для профилактики минимум на час. Если побольше, то до 12 часов. В общем, ну, у нас 12 часов мы не будем, конечно, держать. Мы сейчас закрутим свечи. пока будем заниматься. Так, вот чуть-чуть их на желудок. Да, пока будем заниматься другими делами. Это если что, не рабочее. Так, значит, пока у нас идёт раскоксовка, будем менять вот этот фланец. Сейчас. Не знаю, что он взял, но мы будем купить гадель, наверное. Сейчас. Конечно, везде. Вот этот фланец. А, я ж не убил, гадель беридной. А-а-а. Чтобы нам добраться до этого фланца, откручиваем EGR. А фланец у нас вот бежит на соединение вот на этом. Вот здесь вот. Вот здесь, да. Купили новый. Так, вот новый. Вот, в общем, в этом соединении он у нас бежит. Купили новый в сборе. Потому что отдельно, опять, как всегда, всяких резиночек не продаётся. Поэтому вот такая штука. Сколько он стоит, Лёха? Сколько стоит? 1400, в общем, стоимость. Номер. Сейчас, секунду. Вот такой, значит. 6C1Q-8B535-AF. Так, сняли мы, значит, эту трубу и сам EGR. Так, ну и вот здесь у нас тоже резинка, в общем, колечко уплотнительное. Мёртвое. Надо менять. И фланец вот этот с герметиком уже. И здесь. Это мы приговариваем. Здесь у нас стоит в гараже ещё москвич. Ожидает своей участи. Пока до него ещё руки не дошли у нас. Сняли мы загружку, в общем. Видишь её? Да. Ну вот она такая зелёненькая, слегка свечи. Да, вот здесь. Вот она, в общем. Вот сюда вставляем шланг. Это нам, чтобы коробку масла залить, чтобы ничего не разбирать. Где это? Трещотка нажали. Вот трещотка. Подкручиваем пробку с коробки. Господа, в общем, пробка сливная на коробке закручена не шестигранником, а четырёгранником. У нас в комплекте его нет. Набор в магазине рублей 600 получается. Поэтому мы вот просто нашли более-менее подходящий и будем его точить. Нет, здесь это. Какие? Ну вот открутили мы коробку. Ой, эту пробку с коробки. Всё. Масло чёрное. Сливаем. Так, ну и вот, соответственно, шестигранник. Был когда-то шестигранник, стал четырёхгранник. Подточили. Из какого это у нас? Десятый. Из десятого шестигранника, в общем, подточили. Всё открутилось легко. Сливаем, ждём. Будем заливать новое. Так, друзья, приспособа, чтобы заливать масло. Воронка обычная. Патрубок вазовский. С этой стороны немножко его подрезали. Какой был по размеру, он чуть-чуть там не входит в пробку залезную. В общем, вот, соответственно, мы его вот так туда сейчас просовываем, устанавливаем. Здесь у нас получается доступ, и отсюда льём новое масло. Тут у нас по-прежнему всё ещё раскоксовывается. Свечи закручены. Сейчас поменяем масло, потом будем уже вытаскивать свечи, снимать форсунки. Мне сначала про это прокрутим. А, да, надо покрутить тренвал. Так, слили масло. Литра три, наверное, тут получилось у нас. Такое оно всё, в общем, очень-очень чёрное. Сейчас заливаем новое масло Total. Жир 8,75 на 80. Три литра. Всё льём. Хомутом её надо прицепить. Тут у него отверстие как раз есть. Сейчас хомут возьму. В общем, у нас закрепили воронку стяжкой пластиковой, чтобы её не держать. Но уходит это всё дело долго. Так, мы залили ещё присадку, конечно, в масло. Говорить про неё, честно говоря, нечего, потому что она нам неизвестна. И советовать, пока я её вам не буду, вот такая присадка. В магазине сказали, что очень хорошая, но мы пока не знаем. Понадеялись, в общем, на советы продавца. Он на своём опыте проверил её. Вроде как говорит, что гудела у него коробка. Километров через 200 перестала гудеть. Вот. Да, хуже, думаю, что не будет. Но сейчас зальём, покатаемся. Через какое-то время потом, если что, дадим отчёт, насколько это всё дело работает или нет. Всё, заливаем. В общем, процесс долгий. Снимать нечего. Включаемся после того, как всё зальём. Цвет масла без присадки. Красивая, прозрачненькая. Там, вы сами видели, такое коричневое какое-то мутное получалось. Видимо, реакция там какая-то пошла. Ну, плюс цвет самой присадки. Всё, один литр мы залили, бьём второй. Ну, минут пять примерно уходит, наверное, на каждую группу. Плюс-минус. Так, прокладки у нас тут, друзья, для вкусного коллектора. Вот такой номер. Такие вот прикладочки. Ну и масло для движка. Total Quartz 5-40. Тоже будем менять. Сейчас. Так. Покрутили мы движок. После раскоксовки. Повылетала там куча грязи. Сейчас будем снимать форсунки. У нас тут две штуки сразу крепятся планкой. У нас однажды её вырвало по дороге. А это знаешь, из-за чего вырвало? И форсунки у нас просто болтались. Из-за колечек. Колечки прижались медные и всё. Медные колечки прижались. И из-за этого появился люфт. И оно из-за этого вылетело. Угу. 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 Скалится вот это. Угу. 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 господа хочу вам показать количество грязи не знаю камера туда вот она заходит очень много всего вообще и так каждый так ну в общем почистили мы помогли не особо конечно удобно но в общем и целом после того что было там видите что все чисто 1 2 3 ну 4 тут он вот он попадает все четыре и чистая сейчас будем ставить обратно в общем все что сняли все что в саже замочили замачиваем бензин и будем отмывать чтобы все на место потом стала чистая как новенькая труба видите да какое состояние тут все в саже сейчас мы ее здесь и внутри все промоем тоже пока сюда все замачиваем немножко чтобы все разъело так тут у нас вот стали уже новые колечки поставили форсунки на место с новыми резинками протерли их так немножко так вот здесь вот у нас колечко на елась вот это вот вот его купили новое поменяли поставили сейчас все новый фланец ставим на место тут он просто вот так плотненько защелкивается здесь изначально сборка уже идет сборки он и сейчас туда вот сюда вот на это место теперь его накручиваем господа вообщем мыли сколько могли внутри конечно там нет нагар большой ну тут идет общем воздух особо и и очистителя для карбюратора у нас нет потнях вот эти поэтому так вот это хорошо отмылось стало чистенько сейчас ставим на место игр так поставили все форсунки прикрутили этот накинули подачу топлива нули поставили воздушку всю поставили сейчас ставим коллектор и будем запускать новые прокладочки на коллектор так мои господа все собрали мы антифриз залили воздуховод поставили тут все установили фильтр воздушный установили поменяли там у нас идет топливный поменяли масло в движке тут сейчас уже поменяли картонку поэтому ничего не дать масло черное было а ну вот остатки наши деятельности вот она чернёшная тут все 13000 прошла в этот раз что-то много получилось все осталось собрать все в исходное хотя нет мы сейчас не будем собирать все исходное целиком потому что завтра еще будем промывать этот кулер а потом уже будем собирать сейчас поставим только штуку обратно чтобы у нас капот закрылся ну и все ну и все ну и все ну и все Северный даже не пахнет тебе.